очереди в аптеке все зависит от вас вы как бы запустите этот механизм у вас должно быть видение у вас должно быть жига жига желание вот и конечно же под сидячую попу долго не подсунешь поэтому надо действовать и вот сейчас как бы я могу точно абсолютно сказать что моя самая главная фишка что ну как бы я не теряю свой позитив никогда мне даже близкие люди которые живут там со мной и говорят так что меня уже тошнит от твоего позитива вот так что вы знаете действительно если у вас все плохо не отчаивайтесь это временно если у вас хорошо не радуйтесь это временно поэтому в любом случае как бы не сложилась ситуация в шестнадцатом году как бы не развивалась наши с вами команды вот этот настрой вот такой вот вот такую улыбку да даже есть искусство вы должны одеть и пойти вперед между прочим это моя фишка и это то первое чему я научилась знаете как бы один из моментов истории день моей регистрации вот прям 29 сентября в день регистрации я получила папочку получила номер именно в этот день мой муж попал в автокатастрофу то есть это было жуткий там переломы от головы до кончика пятки и вы знаете как бы через неделю я попала в соседнюю палату с аппендицитом еще через неделю я потеряла паспорт то есть с приходом арифлей в мою жизнь у меня просто началась катастрофа и то чему я научилась здесь как бы с первого дня мне спонсор говорит ты не можешь изменить ситуацию измени отношение к ней дома оставляешь все проблемы да вы поверьте что не важно как вы новичок или вы дважды бриллиантовый директор у вас всегда будут трудности какие-то в жизни понимаете я всегда вот смотрю например там на магнуса я думаю слушай он что не болеет у него что родственники не умирают он что там как бы у него там нет каких-то конфликтов в семье но человек который оставляет все свои проблемы дома одевает улыбку как бы идет вперед да поэтому вы это моя фишка это только что помогает мне двигаться вперед и конечно же мы говорим о классике и о том что пять лет назад мы думали как нам работать там на теплом рынке на холодно вот выходить там на промо стойку не выходить и очень многие вот потерялись в выборе знаешь как бы стояли стояли в раскоряку и в результате так и останет стоять а кто-то вышел на промо стойки а кто-то вышел показывать каталоги задавать вопросы не постеснялся и он пошел вперед и вы знаете сегодня та же самая ситуация сегодня все встали в раскоряку и спрашивать а нам кумным или красивым а мне вообще что разорваться что ли да как бы мне онлайн или оффлайн да ребята нужно грести двумя веслами желательно быстрее еще желательно моторчик сзади приделать как бы да и быть штурманом да достать карту и вот так вот этими всеми процессами управлять вот я сегодня всей своей команде говорю делайте то что у вас получается очень хорошо онлайн оффлайн двигаемся вперед гребем двумя веслами если у вас есть команда значит работайте и в команде и самостоятельно если у вас как бы вы только пришли только начинаете делайте так чтобы у вас появилась эта команда а в команде уже роли сами распределяться и люди сами поймут кто будет продавать кто будет в онлайн кто в оффлайн и изменился тот подход который на который я сегодня зову людей конечно может быть для дагестана это не те деньги хотя я уверена что и у вас есть люди которые зарабатывают хорошие деньги да там пусть это работа будет или бизнес который приходит приносит доход и буквально вот сейчас я была на встрече и женщина мне говорит у меня зарплата 100 тысяч рублей даже как бы раньше я показывала эту табличку и не было так работа 10 тысяч рублей бриллиантовый директор там это минимум самый нищий бриллиантовый директор 100 тысяч рублей вот сегодня конечно мы говорим о том что да ты идешь в отпуск когда тебе разрешить начать ты здесь свободен и ты можешь поехать тот же отпуск совершенно бесплатно на конференции и вот эта свобода которая не купишь ни за какие деньги и у нас не начальник а наставник и когда пробежит быстро пробежит время как буквально одна страничка перелеснется и вы поймете что ой уже 40 ой 50 а вот уже пенсия и было бы здорово а вы знаете если на этой встрече присутствуют люди кто 67 года и младше ребят у нас вообще никакой пенсии не будет кто вообще об этом слышал вы задумываетесь да государству выгодно умалчивать да государству выгодно было не рассказывать всем чтобы до 30 числа там надо заявление написать было там какое-то чтобы пенсии там начислялись и так далее и так далее вот то есть ребят никакой пенсии у нас не будет и если вы сегодня не позаботитесь об этом то завтра уже будет поздно поэтому это меня тоже очень вдохновляет и мотивирует я тоже об этом разговариваю с людьми я открываю им глаза потому что они живут в этих шорах и надеются о том что они сегодня зарабатывать 100 тысяч рублей и как бы ни в чем себе не отказываются сегодня они за тебя сократили ты вообще начинаешь как бы все с нуля делай то что положено и будь что будет и как бы я сегодня против фальшивых ценностей я сегодня за все основы которые заложили нам с вами наши спонсоры ну если мы говорим о каких-то фальшивых ценностях то я не буду их перечислять вы видите на что очень часто пытаются позвать как бы ворифлеев ой не надо раздавать каталоги ну как бы ребят но это конечно страхи людей но я бы вот не шла бы я бы шла бы от обратного да я бы наоборот сказала что-то наоборот в пользу нашей компании да что придало бы людям уверенности даже о том же заводе который развивается и в три раза увеличить свою мощность в кризис да как бы ой ничего не надо делать мы сами под вас там все подпишем да господи ну какое что само может строиться ребята само только с горы а если вы в горы то само ничего не будет вы понимаете вот вы докатите это до горы а потом может уже и будет само и так далее и так далее то есть я вот это все как бы зачем вот такая дешевая дешевая такой популизм как бы поэтому а я расскажу о тех ценностях на которых мы выросли и которые я считаю как бы я пропагандирую сегодня в своей команде причем знаете как бы честно признаю что какое-то время мы об этом забыли да какие-то там дисконты какие-то подари подарок другу там еще что-то нет это все работает и между прочим хочу сказать что 50 процентов людей вот если кто-то еще сомневается у нас был семинар нам дали такую статистику шведы что на что же люди присоединяются вот четко когда там был даже знаете как 49 и 51 вот такого ну очень 50 на 50 50 процентов людей будут реагировать на все таки наш продукт на скидку на дисконт да вот 50 процентов будут приходить на бизнес и на работу здесь очень в равных количествах если говорить о методах они все хороши вопрос в том как строится этот бизнес на что зовете какие ценности вы пропагандируете своей команде разговариваете ли вы о лидерстве разговариваете ли вы о плане успеха о мечтах о возможностях вот что пропагандирует сегодня я и конечно знаете вот мы сели в офисе решили посчитать современные методы работы у нас их получилось более 50 и когда сегодня люди говорят ой что-то я не знаю как приглашать я наверно пойду там постою на стойке слушайте но сегодня на стойке завтра дождь пошел у тебя должен быть запасной метод и сидишь в офисе там зубы в больнице зубы лечить у тебя еще один метод то есть вот эти вся классика список знакомых промо стойка объявление подарили подарок другу приглашение на всякие мастер-классы а работа со старыми каталогами с листовками разными конечно же социальные сети какие-то блоги кому повезло сайты вот да обзвон разный обзвон там справочника желтые страницы смс-обсылки приглашение на дегустацию на завтраки ребят у нас работает все конечно что-то приедается конечно когда у нас там в городе 70 тысяч населения мы кормим кормим был из нас корнём色hus всех намазать нам дует�ne иван диаграмм теперь мой взвешивать к нам гази российскому им всех делfik fights и крас на cdcs и вот я она здесь сидит на вебинаре, она всегда начинает свою историю того, что говорит, а я пришла из почтового ящика, да, ну вот тебе, пожалуйста, как бы, ну, значит, это работает, чек-директор был на банкете, был на менеджерской конференции, и она пришла из почтового ящика, как бы, не 385 лет назад, да, как бы, да, Женечка Крымкина, вот, еще методы какие, как бы, волнос-клуб, домашние кружки, да, вот нам показывали китайку в Абу-Даби, которая сделала 8 званий, и она работает домашними кружками, проводя эксперт-сессии по Наби, вот по этому дорогому продукту, да, как бы, дорогой набор таких, это, дорого-богатого крема, да, который у нас сейчас есть, вот, и вот эта китайка, она показала фотографии, ребята, да это вообще, какие-то там стены обшарпанные, люди сидят за каким-то столиком, там, используют эти продукты, то есть, смотрите, как бы, люди, даже, может быть, без офисов, без еще что-то, просто домашними кружками, люди делают много, я представляю, сколько она провела этих мастер-классов, сколько, но я понимаю, что их там миллиарды в Китае, как бы, не так, как у нас в Чехове, да, был бы у нас в Чехове миллиард, мы бы тоже, наверное, 8 званий сделали бы, вот, но тем не менее, как бы, у нас есть другие инструменты, и мы ими работаем, и еще, посмотрите, как бы, да, и тестирование ароматов, и дисконтные карты, и лотереи, и телевидение, ну, все, что угодно, я могу это бесконечно.